Всем огромный привет! Лето уже заканчивается и осень просто наступает на пятки августу. А я только сейчас решила записать для вас ролик о том, как начать новый учебный год и не сойти при этом с ума. Дело в том, что Лиза сейчас идет в пятый класс, в среднюю школу. И на основе вот этого опыта, который у меня сложился за 4 года обучения и уже пятый год пошел, мне хочется дать какие-то вам советы. Вот на основе моего опыта я набросала несколько пунктов, которые, на мой взгляд, помогут адаптироваться любому ребенку в школу. Как мне кажется, эти советы можно адаптировать для ребенка любого возраста. Как ребенка 6 лет, который, допустим, идет в нулевой класс, так и ребенка средней школы. Возможно, меня смотрят ребята 10-11 классники. И даже студенты, на мой взгляд, могут адаптировать эти советы для себя. Некоторыми из этих пунктов лучше бы поделиться с вами в начале августа, для того, чтобы было время их применить в жизни. Но, к сожалению, я додумалась до этого только сейчас. Поэтому лучше поздно, чем никогда. Возможно, эти советы пригодятся вам в следующем году. Первое, что нужно сделать, это взять лист бумаги, открыть календарь на каком-то устройстве или открыть свой планер и записать, внести в него, расписать по датам, чтобы это было комфортно, удобно и ненапряжно. Внести все, что нужно сделать до того, как начнется учебный год. В этот список я включаю пройти необходимых врачей, обойти стоматолога, сдать необходимые анализы. Может быть, вам нужно пройти еще каких-то врачей. В общем, это те специалисты, которых нужно обойти, чтобы потом в период учебного года не выделять на это время. В моем списке обычно это общий анализ крови, стоматолог и окулист. Если вы относитесь к той категории семей, у которых режим сна не страдает в течение длительных летних каникул, то вы можете пропустить этот пункт, но у нас всегда сбивается режим даже в период коротких каникул. Что уж говорить про летние, а до этого мы все находились на самоизоляции. В общем, режим сна очень пострадал. И начинать выравнивать этот режим лучше заранее, хотя бы за месяц, ложиться пораньше. Мне выравнивать этот режим помогают утренние подъемы. Чем раньше ты разбудил ребенка, хоть часто его бывает жалко будить, тем раньше он ляжет спать. Это поможет гораздо проще влиться в этот тяжелый на самом деле ритм. И третий пункт вытекает из второго. Это не нужно давать ребенку расслабляться. Дело в том, что как взрослые, так и дети после отдыха, после отпуска впадают в такое состояние, когда очень сложно начать что-то делать и влиться в учебный процесс и в рабочий процесс для взрослого. Очень сложно, если твои мозги превратились в кисель. Поэтому под этим пунктом можно понимать разные вещи. Если у вас маленький ребенок, вы можете просто изучать какие-то буквы, просто повесить на холодильнике какие-то магнитные буковки и время от времени спрашивать, что это за буквы. Давать какие-то несложные примеры. Например, Ульяне я часто задаю вопрос, 2 плюс 2, 5 плюс 3. Она считает, это игра, но в то же время ее мозг не расслабляется. С Лизой я не занималась, я не давала ей никаких занятий этим летом. И думаю, что нужно исходить конкретно от каждого ребенка. То есть есть дети, которым интересно. Вы дали, допустим, 10 примеров в день или 10 примеров раз в 3 дня, хоть в какой-то промежуток времени. И дети с удовольствием их решают. Для Лизы я нашла другой выход. Она занималась на протяжении всего лета английским 2 раза в неделю, плюс домашние задания. И в целом 4 дня в неделю у нее была хоть какая-то умственная нагрузка. И это уже не полное отключение от рабочего процесса. То есть мозг так или иначе временами все-таки соображает. Что касается одежды и подготовки к школе, первое, что нужно сделать, это расхламиться и расхламить гардероб. Понять, из чего ребенок вырос, что потеряло внешний вид, что, ну, в общем, не подходит. Избавиться от всего ненужного и понять, что у вас есть. У меня, получается, несколько пунктов, связанные между собой. После пункта расхламления идет пункт траты. Для того, чтобы не потратить слишком много и не впасть в какой-то стресс, нужно проанализировать, а что действительно вам нужно. Конечно, ребенку хочется купить все. Купить все самое лучшее и потратить при этом огромное количество денег. Или в идеале хочется не потратить огромное количество денег, но купить все самое нужное. Но это нужное не всегда на самом деле бывает нужным. В этом году, когда Лиза пошла в пятый класс, мы на самом деле пока не купили практически ничего. Я обязательно покажу в конце этого видео, что мы приобрели. Это было немного, мы потратили небольшое количество денег из одежды. Пока купили только кожаные шорты, потому что она не сильно выросла. У нее большое количество рубашек, которые выглядят абсолютно достойно. И просто нет необходимости покупать в данный момент новый. Плюс я пока не уверена в том, что у нас не будет опять режима самоизоляции. Я не хочу выбрасывать деньги на ветер. Но, естественно, если у вас ребенок растет быстро, и он за лето вырос из всех вещей, или вы отправляете ребенка в первый класс, то, конечно, мы должны купить побольше вещей. И, допустим, в прошлом году у меня есть такое же видео, подготовка и покупки к школе. Там я купила целый гардероб, и нам этого хватило, получается, больше, чем на год. То есть часть из этих вещей переходит в пятый класс, просто потому что, ну, во-первых, полгода мы ими не пользовались, мы находились на режиме самоизоляции, но не полгода я приукрашиваю, но большое количество месяцев. Ну, и, во-вторых, потому что Лиза не растет резко, у нее нет там каких-то скачков роста. Сейчас я никого не убеждаю, говорю исключительно о моем мнении. Как мне кажется, лучше меньше, но какие-то качественные вещи, чем большое количество каких-то ненужных карандашей, красок, еще чего-то, при этом плохого качества. То есть карандаши, особенно это касается тех, кто отправляет ребенка в начальную школу, в первый класс, там дети пользуются карандашами очень активно. И карандаши, которыми нужно очень сильно придавать усилие, давить на этот карандаш для того, чтобы он отдавал цвет, при этом он отдает цвет некрасивый, недостаточно яркий. И рисунок выглядит блекло, и не так будет радовать ребенка, чем карандаш, который хорошего качества, мягкий, удобный, хорошо отдает цвет, при этом не ломается грифель. Исходя из рекомендаций художественной школы, я могу сказать, что самые лучшие художественные бренды это Кохинор, как простые карандаши, так и цветные. Правда, в художественной школе цветные карандаши не используют. Акварель и гуашь фирмы Невская палитра, но они очень дорогие. В этом году я акварель купила Санет, потому что, ну, понимаю, что ребенок еще до конца не осознает стоимости этих красок. Конечно, в школе я не вижу необходимости покупать гуашь или акварель Невскую палитру. Я очень люблю такие бренды, как Гамма и Луч в плане школы. Есть большое количество хороших брендов детской канцелярии, и я сейчас на вскидку не скажу, но постараюсь оставить какие-то заметки в инфобоксе. Следующий пункт это запастись всем необходимым сделать запасы на год. Вы можете найти противоречия между этими двумя пунктами, но не совсем так. Я считаю, что лучше запастись необходимым. То, что вам пригодится совершенно точно, это синие ручки, зеленые ручки, линейки и, ну, в нашем случае зеленые тетради, потому что в нашей школе такие требования. И, естественно, простые карандаши. Мой вам совет. Купите упаковку синих шариковых ручек, которые хорошо и легко пишут, которые также хорошо отдают чернила. Каким-то детям больше подходят ультратонкие стержни, каким-то, наоборот, более жирные. Это зависит от техники письма. Также упаковку зеленых ручек, упаковку простых карандашей. Возможно, твердостью HB это самые универсальные карандаши, но я предпочитаю также карандаши 2B. Мне кажется, что они рисуют и пишут. Ну, ими приятнее писать, но это тоже лично мое мнение. И также примерно представьте, сколько тетрадей понадобится на год обучения, чтобы в один прекрасный вечер, часов так в 11, не случилось такого, что ребенок вам скажет, мама, мне срочно нужна чистая тетрадь. У меня закончилась тетрадь, я должна принести тетрадь в школу, сдать. Это крайне неприятные моменты, когда ты нервно прикидываешь, где купить тетрадь завтра утром или сегодня вечером. Особенно это отражается на детях младшей школы и на тревожных детях. А если это тревожный ребенок в младшей школе, то он будет очень переживать, если не окажется того или иного. И последний пункт, который вашему ребенку поможет влиться в учебный процесс и сделает этот процесс вливания проще, это планирование. Я предлагаю подготовить для вашего ребенка какой-то, ну обычно, это, наверное, настенный плакат, в общем, что-то большое, что хорошо видно, и повесить это что-то над рабочим местом, такой планер, в котором будут указаны все важные мероприятия, то есть кружки и секции, если ваш ребенок их посещает, а также будет написано расписание уроков и в целом занятий. Это будет помогать ребенку понимать, что у него когда, поможет управлять своим временем и мысленно готовиться, потому что нет ничего хуже, когда ребенок забыл, что у него занятия, и ты говоришь ему, а извини, у тебя сегодня занятия, и это маленький стресс, поэтому лучше этих стрессов избегать, и чтобы ваш ребенок был подготовлен к тому, что у него есть свои обязанности, своя собственная работа. Даже если вы, взрослый человек, о чем-то забыли и резко вспоминаете, что у вас еще есть какое-то важное, неотложное дело, вы испытываете легкую панику. Также и ребенок, и нужно помочь своему ребенку справиться и помочь его нервной системе справиться и влиться в этот процесс. Ну а теперь я предлагаю вам вместе со мной приготовить обед-ужин, и не отключайтесь, дальше тоже будет интересно. Я займусь готовкой обеда-ужина, приготовлю несколько блюд на нашу семью, и начну, пожалуй, с красной рыбы. Красную рыбу очень люблю я, ее едят девочки, Саша при этом не ест, в общем, у него непереносимость красной рыбы, ему от нее плохо, но не отказывать же себе в удовольствии, поэтому я только что ходила за продуктами на рынок, также зашла в рыбный магазин и купила два небольших стейка, один мне, и по половинке девчонкам они просто больше не съедят. Процесс приготовления стейков крайне прост, я не собираюсь ничего выдумывать и как-то усложнять себе блюдо, просто хорошо промыла стейки под водой, кожицу мы не едим, поэтому рыбу я не чищу. Хорошо посолила, и в качестве приправ добавляю черный молотый перец и сушеную петрушку, а также немного сверху присыпаю мукой, для того, чтобы появилась такая аппетитная, золотистая корочка, и отправляю на разогретую сковороду жарить без масла. К огромному сожалению, к моменту жарки рыбы, я не успела забрать с пункта самовывоза гриль-сковороду, которую заказывала на Фаберлик, так бы вообще было идеально, но так просто буду жарить на антипригарной сковороде, и это будет очень вкусно. Муку после покупки я сразу просеиваю и помещаю в герметичные банки, для того, чтобы если в муке кто-то живет, которую я купила, это сразу будет понятно на момент просеивания. И получается, что я очень сильно упрощаю себе жизнь, потому что не просеиваю муку в тех блюдах, ну если это не выпечка, если не нужно просеивать муку для того, чтобы насытить ее кислородом, раньше я делала так, что каждый раз просеивала муку, там никто ли там не завелся, сейчас сразу знаю, что в банках у меня просеянная мука, и на блинчики, на какие-то посыпки, кляры я уже муку не просеиваю, просто спокойно достаю из банки и добавляю в блюдо. Пока жарится рыба, я займусь бульоном. Также сейчас на рынке купила цыпленка, у нас он называется Корнишон, и мне очень нравится вкус бульона, именно из вот этого цыпленка. Я даже не всегда делаю второй бульон, потому что все-таки цыпленок молодой, домашний, фермерский, мне кажется, какого-то колоссального вреда первый бульон не принесет. Бульон простоит в холодильнике 3-4 дня, и каждый день я варю какой-то новый супчик, или просто забрасываю лапшу, девчонки у меня такое очень любят, или какие-то легкие супчики. В общем, это основа для любого вкусного супа. Я хорошо помыла цыпленка, разрезаю его пополам, одну половину заморожу, потому что кастрюля у меня не такая большая, и бульон будет слишком жирноватым и насыщенным, я такое не люблю. Одну половинку отправляю в кастрюлю, заливаю холодной водой, и также добавляю одну небольшую луковицу и морковь туда же, солю, добавляю перец горошком, и ближе к концу варки лавровый лист. Ну а для Саши, ну и вообще для всей семьи, на ужин я приготовлю перепелок, фаршированных грушей и грудинкой, для того, чтобы они внутри были сочные. Думаю, что я все-таки обмажу их майонезом, добавлю различные приправы, а внутрь трех перепелок из четырех, я положу мелко нарезанную очищенную грушу, достаточно мелко нарезанную грудинку, а одну перепелку оставлю как есть, просто такую классическую, как курицу запекают, чтобы дети поели, потому что я думаю, что они такую авторскую кухню есть не будут. Ну и заодно сразу нарезаю грудинку, для того, чтобы убрать ее в холодильник, и можно было бы использовать ее на завтраке, в сэндвиче, в омлеты, к яичнице, в общем, вы поняли. Я делаю это для того, чтобы сэкономить время. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я хорошо помыла перепелок, обсушила их, и сейчас буду смазывать таким соусом. Решила смешать майонез на перепелиных яйцах и устричный соус. Я немного бы добавляю, потому что он соленый. Ну а дальше буду фаршировать. Солить не буду, чтобы не пересолить, потому что есть грудинка и устричный соус. Субтитры сделал DimaTorzok Такое количество ингредиентов. Две груши и, ну вы видели примерно, сколько грудинки хватит на то, чтобы нафаршировать четыре перепелки. Но так как я одну не фаршировала, у меня осталась и груша, и грудинка. Я сверху все разложила, так будет только вкуснее. Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, минут, наверное, на 40-50. Если у вас перепелки лежат отдельно друг от друга, то они приготовятся быстрее. У меня они здесь скорее будут томиться. В процессе приготовления я своих перепелок переворачиваю, чтобы они равномерно подрумянились. Ну а теперь десерт. Клубничное мороженое. Ничего сверхъестественного. Я просто буду смешивать клубнику, сливки 33% жирности и сахар. Все хорошо так перемешаю погруженным блендером. Можно любым блендером, можно вообще без ничего. Просто руками. И разливаю по икеевским формочкам для мороженого. Продолжение следует... Посмотрите, что происходит, пока я занимаюсь делами. Когда Лиза была маленькой, единственный мультик, который мог меня освободить, это был «Маша и Медведь». С Ульяной мы тоже пересмотрели все серии и знаем наизусть все песни. Для таких же фанатов Маши, как и мы, есть отличная новость. 30 июля начали выходить серии нового сезона. Новый сезон «Маша и Медведь» можно посмотреть в безопасном детском профиле онлайн кинотеатра «Кинопоиск HD» по подписке. Это единственный проект в российской анимации в расширении 4К. Безопасный детский режим «Кинопоиск HD» это очень много плюсов как для детей, так и для родителей. Например, мягкое завершение просмотра мультиков. Родитель может удаленно, через приложение, контролировать количество времени, проведенное за просмотром любимых мультиков, и в нужное время завершить просмотр. При этом в конце серии какой-нибудь известный персонаж скажет, что нам пора прощаться. Также есть возможность загрузки мультиков без интернета, что очень удобно в поездках. А отсутствие неподходящего контента и рекламы тоже является несомненным большим плюсом. В честь эксклюзивного запуска «Маши и Медведя» «Кинопоиск HD» дарит всем 45 дней подписки «Яндекс Плюс», в которую входит доступ к «Кинопоиск HD» и «Яндекс.Музыки». Промокод действует до 30 сентября и только для новых пользователей на территории РФ. Промокод уже ждет вас в инфобоксе. Промокод действует до 30 сентября «Кинопоиск HD» Так, Ульянке нужны краски какие-нибудь? Уляш, тебе краски нужны? Уляш, тебе краски нужны? Давай возьмем у тебя краски. Лиз, а тебе кисти, да, надо? Да, наверное, да. Какие подойдут, скажи? Ну вот какие лучше, белку или синтетик? Белку, конечно. Белку? Она будет много лучше, она будет влазить так нитки с синтетикой. Давай закрытую убери с чехол. С чехлом, да? Тонкая нужна? Да. Вот смотри, белка. Паночку. Тонечку. Сейчас для художественной школы. Вот, вот, вот. Бумага для акварели. Все, я такой. Клей давай. Я клей. Какой? Вот этот большой. Чтобы на издинский. Нет, такой он быстро засохнет. Давай лучше карандаш. Смотри, есть с клубничкой. Это клей? Да, это клей. Я хочу. А есть вот такие маленькие, разноцветные. Смотри, какие хорошие. С клубничкой. Ну, вот, я захотела из клубнички. Ну, это тоже Берлинга. Ну, это такой же бренд. Да. Ну, это, смотри, это все термосы. Они такие тяжелые. Я думаю, что они нам не нужны. А вот бутылки. Вот, вот, вот тут. Ну, откуда ты знаешь? Ты хочешь линейку? Да я ставлю его. Убирай. У меня же корректором вообще не пользуюсь, но он может... Это вот такой, смотри, ленточный, удобный. Нет, это неудобный. Это уже неудобный. Ну, тогда бери, какой цвет тебе. Голубой? Да. Я корректором не пользуюсь, но... Если нужно, бери. Ну, я не советчик. Вот с кошечками. Смотри, это ничего. У меня вот этот пенал. Помнишь, как он тебя сильно испачкался, твой пенал? У меня несколько. Сейчас покажу вам, что купили к новому учебному году. У меня такое ощущение, что здесь не все. Но Лиза сразу забрала все пакетики, стала разбирать. Наверное, я даже и не все взяла. Уже так и не вспомню. Для художественной школы я взяла вот такие художественные акварельные краски. В Санет они значительно дешевле, чем Невская палитра. И я думаю, что для второго класса художественной школы нормально. Лиза уже ими с удовольствием порисовала. И кисти, кстати, она уже утащила, поэтому я не стала их приносить. Тоже уже начала пользоваться новыми кистями. Также для художественной школы взяли бумагу для акварели. У нас требуют А3. И вот этот производитель считается наиболее хорошим. Бумага у них такая плотная. В общем, то, что нужно. Здесь 10 листов. Еще в магазине Леонардо взяли вот такой коврик для кистей. Пенал, я бы сказала. Вот такой пенал, который подходит как для коротких кистей, так и для длинных. Лиза ходит в художественную школу с большой такой папкой размером А3, куда кладется бумага отдельно в коробке из фикс-прайс. У нее гуашь, потому что она пачкается. И, в общем, там болтается по этой коробке. Конечно, такой коврик после нескольких раз использования будет выглядеть просто ужасно. Но тут задача в другом. Сохранить в целости и сохранности кисти. Вот сюда вставляются кисти. Можно вставить как короткие, так и длинные. Заворачиваете свои кисти, как такой пенал. И перекручиваете. Очень удобно нести. Занимает мало места. В общем, отличная находка. Если вы видите ручки странного цвета, то, знаете, их выбирала не я. Я не вмешиваюсь, потому что такой возраст уже есть свое мнение, свои вкусы. Поэтому Лиза выбирала все на свой вкус. Вот эти ручки. Мы их не первый год покупаем в Зебре. Они прям хорошие. Ну, мне нравится, как пишут. Также было две ручки синих штабила. Корректор. Ластик. Клей ПВА. Тетради. Лиза вообще покупала их сама. Я даже не смотрела. Нам вообще сказали, что можно только зеленые тетради. Но мы понадеялись на то, что разрешат цветные. Взяли цветные. Хотя непонятно, почему зеленые. В других классах в нашей школе, в средней школе разрешают иметь цветные тетради. Может быть и нам разрешат. Дневник. Также Лиза его выбирала сама. И так как мы ездили с Ульяной, я не могла обойти ее стороной. Поэтому у нее тоже начинается свой маленький учебный год. Я взяла ей клей. Берлинга. Очень хороший клей. Вообще у них очень классная продукция. Присмотритесь. Этот еще и ароматизированный. Также краски. Медовая акварель. Яркие цвета. Эрик Краус. Еще люблю очень. Луч и гамму. Ну и Ульяна попросила вот такую бутылочку. В принципе она пойдет на свои занятия. Я ее уже туда записала. Они возобновляют свою работу. Поэтому я даю ей туда с собой ланчбокс. Напитки. Так что можно будет налить компотик. Дать с собой. На этом мой ролик подходит к концу. Я надеюсь, что вы нашли для себя в нем что-то полезное. С вами была ваша Лиля Власенко. До встречи в новых роликах. Всем пока-пока.